генеральный спонсор программы компания аура здравствуйте уважаемые рыболовы города тольятти все кто нас сейчас смотрит в эфире программа рыбацкие байки я ее ведущий павел павлов сегодня мы снова отправляемся в лопатина там соревнования второй тур карповой ловли такая погода тишь да гладь все жалуются рыба не клюет такой здесь редкость чтобы не клевала в лопатине это вообще ни о чем вот так бывает говорят ветер неправильный и погода то дождь то слякоть то снег то град доброе утро коля до утра по ночью я смотрю все ходят бродят никто на мостках не сидит а а наверно устали уже сидеть решили походить вот ночью тебе рассказать вечером комары гости приходили я тогда часто ночью походили походили потом ушли потом дождь пришел дождик прошелся такой нагадил и ушло потом ошкара клев но не сказать что его не было он был но очень трудовой клев ну есть кое-что там поймали мы с командой вот а там видно будет вот кто будет как говорится грудь в крестах или голова в кустах весны все покажет весны все покажет пашу когда я пашу проезжал не то ли в субботу то ли в воскресенье потренироваться покидать и такое чудо видел ну понимаешь как я так и не понял два лебеди друг на друг против друга один так приподнялся крыльями машет машет а второй тоже подприподнялся крыльями машет и головой в воду понимаешь так такой танец был не то ли брачный не то ли он ее соблазнял вот красота такая вот минут пять они друг перед другом танцевали прям прелесть так обещал рыбак показать рыбу доброе утро ой какая мутная специально это вот единственный да да его покрупнее как будто он огромный прям ну как будто приболел время половина восьмого а мужики уже сушат садки это ребята плохая примета рыбка рыбы то нету вот ребята взяли лодку на прокат потихонечку сидят клюет у них не клюет ничего не видно очень далеко но теперь будем ждать их на берегу расспросим посмотрим может вся рыба там потому что здесь у берега и в 100 метрах от берега рыбы нет или очень и малым так что под плывут знаем судя по полувялый позе и редким забросом у лодочников такая же ситуация как у спортсменов на мостках рыбу перестал интересовать предложенный набор ароматных прикормок и клев к всеобщему огорчению прекратился как у есенина мне осталась одна забава а конкретней отрабатывать точность дальнего заброса пусть тренируется я пойду на зимовальный пруд там всегда рыб клюет да и ловится но размер сегодня явно мелковат на кукурузу на кукурузу карась мельчик кукурузы отпускают по счету ну ладно на свежем воздухе побывали но по крайней мере поклевку было все видели поклевку рыбу видели да уважаемые теле рыбаки погода спутала карты и даже на зимовальнике выловленной рыбы маловато такого никогда не был я точно знаю что рыбы здесь вагон и маленькая тележка неужели моя репортерская камера не запечатлеет пойманных карпов ситуации скажу я вам может хоть байки услышал рыбаки ловили рыбу подойдем может байки расскажут сереж есть у вас какая-то история прямо как раз про лопатинские пруды была одна история очень интересный приехали на рыбалку было все изумительно сняли домик отдохнули утром стали с напарником пошли на рыбалку взяли лодку сели в лодку поплыли доплыли до середины пруда ну конечно не трезвые все отдохнувшие все сели все порыбачили садок садок я конечно привязал к веслу веслу привязал якоря кирпичи закинули заякорились решили плыть другое место ну ладно я свой кирпич не стал поднимать а напарник поднял положил лодку ну я думаю перевесла греби я не хочу дальше плыть я хочу здесь остановиться у меня клюет у него нет он гребет 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 с него вот ручьем лодка стоит на месте он да что ты что-то лодка не плывет я бы я не знаю я дурачка врубил кирпичи я беру гребе не сильнее греби он гребет из него под градом он да что то не плывет а я молчу он ну ладно чё давай здесь остановимся остановились здесь я молчу ягур ну сейчас вылетим с лодки я ему весят кардиволит расскажу он меня прибьет прямо на берегу ну ладно разворачиваемся не клюет ничего разворачиваемся будете обратно я якорь поднимаю свой он о легче пошла ягур брат коля я якорь поднял николай программа рыбацкие байки давайте какую-нибудь историю веселую поучительную какая есть любую ну было это весной вот на этом самом месте здесь и на зимовальном пруду закинул три удочки вода холодная ветер ледя холодно очень-очень холодно плюнула вытащил поворачиваюсь от удочка от удочки только комель вот так торчит полчаса ждал пока более-менее ну всплывет удочка еще полчаса вылавливал другой удочкой хочу не нырнул вода ледяная стоило подвернуться хоть спасу . еще и вытащил и рыбу привет артем здорово так опять я вижу чистишь рыбу для ухи сам поймал вот я встал пока тут дрова приготовил пока чё по хозяйству а тут вот уже ловит не мужчина женщина вот не стыдно тебе что девочки ловит а мальчики не ловит вот девочки ловит он красивый как как девушку зовут сейчас лена имя знакомые меня жена лена привет то есть рыба ваша была биоресурса настала наш опять лет да 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 есть давайте нити не 70 глубина двух метров прошлых мы поймали очень быстро они видимо прям хотели к нам скучали по нам не успела встать закинуть на кукурузу и сразу как давай клевать вот две поймали сейчас вот не знаю что-то пока она подзатихла наверно камера боятся до камеры ладно будем стоять рядом ждать поклевку рыбка клевый наконец-то ребята наконец-то на глазах пойдемте пойдемте будем свидетелями вот видите как по заказу и байку рассказал и рыбу поймал красавчик давай чё там приличная тащит посадок вытащишь рискуешь но не торопит не форсирует события даст рыбе утомиться все классическое карпик 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 удочка согнулась леска звенит вы же не не слышите а я вот и все потом потом карпик красавчик вот и рыба проснулась потом довольно ровно ждал ждал молодец дождался поздравляю спасибо вот так вот есть рыбка сейчас реклама наших уважаемых спонсоров дай бог им здоровья а затем снова вернемся в программу так что не переключайтесь прощелкайте самое интересное а 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 сегодня единорог завтра таганрог завтра в питер иксайт икскросс 7 герой каждого дня фи-и-и-и-и-иш фи-и-и-и-и-и-и-и-иш аааа ха-хата в барабанной дропе наступает самый волнительный момент соревнований контрольное взвешивание улова вот первые спортсмены согнулись под тяжестью выловленных карпов ибо на олимпиаду там такие тяжеловесы на расхват А что покажут весы? А ты всю рыбу заберешь? Или поделишься? Это лошадь от 1? Да. 27. Ровно было 27. Почетная номинация любого рыболовного турнира Big Fish Самая крупная, пойменная во время соревнований рыба Претендентов было несколько Но сегодня лавры достались карпу с весом под трешку Крупнее были, но сошли Карп рыба нежная За ней следить надо, как за ребенком Лечить от разных рыбных болячек И вкусно кормить Карась другое дело Сам пью, сам гуляю, сам питаюсь, размножаюсь Поэтому карповых прудов в нашей области осталось не так уж много Нам повезло У нас есть лопатинские карповые пруды Где можно порыбачить на поплавочку и на фидер И посоревноваться с любителями и профессионалами карповой ловли Чем мы сегодня и занимаемся 8-175 И снова в кадре усы Михаила Боярского на лице Николая Вайдонова Коля внимательно наблюдает за весами соперников И понимает, что в очередной раз может ворваться в тройку лидеров Шансы победить высоки Но, как говорится, не будем торопить события Все? А ты что думал? Какой радостный А я сегодня Сезон открываю 245 грамм Соревнования на Лопатинском пруду мы снимаем уже лет 10 И согласно статистике, второй тур июльский Самый малорыбный Многое зависит от погоды Если лето жаркое, рыба крупнее и толще Если прохладные и дождливые, как в этом году То рыбы чуть больше Но она среднего размера Килограмм по полтора-два Сегодня отдельные веса приличные Николай Вайдонов Россия Не был допущен до Олимпийских игр в Париже 13 А, ну тебе плюс 10 еще Ну 9 150 Как сокалы, рыбалки В белых шапочках Надо уже к белым тапочкам привыкать Нет уж мы поскрепим лет 30 еще Поскрепим Да уж, с таким уловом я бы не только небо покоптил И от копченого карпа не отказался Целых 10 килограммов 8 995 Пока я снимал позировавших с уловом рыбаков Вернулись из дальних странствий лодочники Сейчас узнаем, как у них и что Я же обещал Возвращаются Сейчас и спросим Лучше клюются лодки Или с берега лучше Привет, пробокам Рыб-то есть? Один Один И тут так же фигово Да Поклево много-много Ага Пустили, чтобы быстрее Короче, это не рыбленовато Это вы Закосячили Ну вот По крайней мере Будем узнать, что с лодки Тоже не велик улов А вот и вишенка на торте Награждение победителей Для кого-то приятное Для кого-то не очень Сегодня призы от щедрых спонсоров снова вручили самым достойным Команда «Белые шапочки» первыми получила свою порцию славы Затем наградили новичков, юных участников турнира Вышеупомянутый Николай Вайдонов несколько раз подходил за наградами к судейскому столику Он победил и в личном, и командном зачете Поздравляем от всей души Награды лились, как из рога изобилия Призерам вручили уникальные медали, сделанные самарскими ювелирами Специально для турнира А также почетные дипломы, кубки, сертификаты на полезные напитки И денежные призы от организаторов А новым чемпионом стал гость из Октябрьска Берем микрофон и к нему Вы не местный приезжий Я из Октябрьска, из подсозрения Секрет, вот сегодня 27 килограмм Это почти в два раза больше, чем остальные Секреты, место, что это такое? Или ключик подобрали? Да с вечера, наверное, ключик подобрал просто Уже четвертый год сюда езжу Как бы какие-то основные понятия есть Где клюет, как клюет, на что клюет Что нужно для этого За четыре года набрался опыт И вот что-то сработало А наживка, на что там, насадка? Ну наживка традиционная, на карпа Кукуруза С некоторыми интерпретациями А вот эти секреты как раз не расскажешь, да? Ну почему? Все ароматика Добавочная ароматика и все Ну что особенного А вот все говорят, трава, трава Была у вас там в секторе трава? В моем секторе вообще травы не было Поэтому может быть Ну у меня были дальние забросы Я не знаю, может быть, из-за этого что Дальние сколько сик, еще один секрет Дальние, ну не считал я их Непривычному считать Ну примерно Примерно к сотне где-то Ага, может быть, поэтому и ключик Можно быть Ну что, поздравляю с победой, заслуженный Улыбнись, всегда такой серьезный Ну это же чемпион Приятно получить медали Спасибо Кубки, подарки Да, вот уже насобирал третье место Второе место, теперь первое Все как положено Так, пожелай что-нибудь рыбакам Которые приезжают сюда Лопаться, наловить карпы Рыбакам? Рыбакам что можно пожелать? Хороших уловов только Вот И зову людей Пускай приезжают на этот карповый турнир Очень такой лояльный, хороший турнир Сам когда-то начинал Боялся, но сейчас вот Победил Уже вроде своим стал здесь, да Ничего особенного Приезжайте, пробуйте Всех примут на этом турнире Мы присоединяемся к вышесказанному И приглашаем всех любителей карпового Или посоревноваться Или просто порыбачить Рыбу в прудах реально много Приезжайте, не пожалеете Вот такая у нас получилась сегодня рыбалка в Лопатинах Много рыбная и многобаечная А тем, кто завтра собирается на рыбалку Традиционно ни чешуи, ни хвоста До встречи в рыбацких байках Пока Генеральный спонсор программы Компания Аура Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин